Внимание, переезд! В области стартовала акция по профилактике ДТП на железнодорожных путях. Сотрудники Приволжской железной дороги и представители ДПС напомнили саратовцам о последствиях пересечения рельсов в неположенном месте, а также о несоблюдении правил на переездах. Каков тормозной путь многотонного поезда, узнала Екатерина Барковская. Эти фотографии были сделаны через несколько минут после трагедии. 25 августа на железнодорожной станции Примыкания грузовой поезд насмерть сбил 72-летнюю пенсионерку. Женщина попыталась перейти пути в неположенном месте. Упала и не успела подняться и отбежать от движущегося на нее железнодорожного состава. Такие случаи нередки, говорят специалисты, рискуя жизнью проскочить перед поездом, пытаются не только пешеходы, но и автомобилисты. Шесть ДТП и трое пострадавших – такова статистика подобных аварий только за семь месяцев 2015-го. За четыре года работы дежурным по переезду на станции Примыкания Юлия Шлингер повидала немало аварий. По словам сотрудницы железной дороги, нерадивые водители становятся буквально заложниками автоматических преград. Приближается поезд, некоторые водители просто начинают давить на газ, в итоге зарабатывают и шлагбаумы опускаются, и крышки. И бывают такие ситуации, что они останавливаются либо на препятствиях, либо нарушают движение поезда. Обнаружив препятствие, будь то переходящий пути человек или машина, используя текстренное торможение. Так, согласно внутренним инструкциям, действует машинист подвижного состава. Но, по словам специалистов, для полной остановки многотонного поезда необходимо значительное время. Тормозной путь состава порой от сотни до километров. Это зависит от руководящего уклона, от состава поезда. О том, что нарушение правил пересечения железнодорожных путей может привести к трагедии, специалисты напомнили водителям, вручив памятки. В настоящее время на территории Саратской области эксплуатируется более 240 переездов. Все они оборудованы автоматическими шлагбаумами и преградами. Пытаясь проскочить на красный, водитель может оказаться зажатым в тиски. Екатерина Барковская, Максим Пустовалов, РНТВ, Саратов.